В общем, я давно мечтал выступить в 189-й школе, в 57-й, но вот сегодня в 189-й, 17-го числа, в 57-й. Правда, в 57-й меня вывезли на задворке, в главное здание не пустили. Ну, я шучу. Короче, Нахомольческого полу 26, если что. Ну и вот для московских мат-школ нужны темы тоже соответствующие, какие-нибудь интересные, сложные такие подлинки. В общем, сегодня мы будем доказывать великую теремофирма, но не все, конечно, как вы доказываете. Почему мы не можем доказать все? Потому что сам я еще не разобрался. Но вот случайно Н равно 3, мы попробуем с вами разобраться до конца. Сразу же хочу предупредить, это действительно довольно заблудробительно, и, по-моему, не было ни разу за всю историю моих рассказов про нее, чтобы я ни разу за лекцией не ошибился. То есть каждый раз получалось так, что где-то я запутывался, там мне помогал. Вот, так что вы настроитесь на то, чтобы это тоже может не произойти. Я считаю, что мы, ну, как в математике, разокраем, что они все равны перед ней. Совершенно нормальные, если вы будете на протез, кто-то, когда он ухудился, а школьник взял и по-моему, это совершенно естественно. Ну вот, давайте начнем с задачи, которую мы решим просто, быстро и легко. Но она нам подскажет, как мы будем решать вот эту задачу. x квадрат плюс y квадрат равно z квадрат. Рем-терма при n равно 2. Является неверной, как вы знаете. И можно описать все такие наборы. Значит, сделаем мы это описание, на самом деле, двумя способами. Это будет такая вот первая часть, как бы первое время, минут там, не знаю, 15-20, сколько получится. Мы посмотрим, как это мы делаем, да. На самом деле, я думаю, что многие один из способов узнают, другой, скорее всего, знает немногие. И узнаете сегодня. Значит, давайте вначале пройдем обычной дорогой. Что здесь делается? Первым делом отмечается, что можно считать эти три числа взаимно простыми. Правда? Причем, неважно в совокупности или попарно. Почему? С одной этажей. Да, на одной этаже. Если 2 делится на p, то и третья будет делиться на p в силу этого равенства. То же самое надо отметить, что при любом n, это тоже верное утверждение, что достаточно рассматривать вполне взаимно простые причем совокупности, да. Ибо попарно и в совокупности в этом случае будет одно и то же. Хорошо. Следующие... О! Вы доехали быстрее. Я сказал, что вы половину принете. Привет! Молодцы, молодцы! Забирайте. Тут даже некоторое количество стульев вам приготовлено. Спасибо. Вот команда из Солнца. Сейчас. А где пьеропчик происходите? Они, наверное, застульены, потому что... А, ну, в принципе, здесь 5 стульев есть. Сколько у вас? У нас 10. Ну, а, ну, дальше-то еще, конечно. Вот. Ну и... Следующая идея заключается в тонком анализе черт-нечет, который здесь возможен после того, как мы это настроили. За партой, решайте по патрулью, пожалуйста. За партой, решайте по троим. За партой, за партой на троим. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Мы не знаем. Кабиня, прошло. Я не знаю. Я не знаю. Так, кто скажет, какие варианты для черт-нечерки есть возможные? Кто есть кто? Вот это, например, кто? Нечерк. Нечерк, да? А вообще, смотрите, если они взаимопростые, значит, среди них двух черных уже не может быть, да? То есть, либо один, либо ноль. Но ноль черных карты тут тоже не может быть, правда? Сумма двух нечеркных, нечеркных. То есть, среди этих чисел после наложенных условий будет ровно одно нечеркное. Утверждается, что... Четное, ровно одно четное, прошу прощения. Утверждается, что вертит число нечеркное точно. Что одно четное быть не может. Почему? Кто объяснит? Знаете, какой ответ? Нет, почему? Это четное, эти два нечеркные. Вот же слово. А? Один-один и рейк. Ну, больше в стуле. Если здесь два нечеркных, то по модулю 4, вот эта сумма равна 2. А двойка по модулю 4 не может быть квадратом, да? Чертное число в квадрате уже делится на 4, а нечеркное дает остаток 1. Поэтому эти два нечеркные, а это четное невозможно. Значит, в любой такой тройке, пифагоровой тройке называется, вот эта штука обязательно будет нечеркной, и одна из этих двух четной, и совершенно неважно какая, тут можно их поменять местами. Поэтому давайте считать, что это четно, а это две нечеркных. Дальше мы делаем следующее. Мы отправляем назад, у квадрат туда вот, назад, делим все на 4, и получается вот такое вот равенство. Ну, я не все же суммяшусь, запишу х по балламу, но вы понимаете, х по баллам целое число. Потому что х четное. И пишем, что это равно z минус y попалам на z плюс y попалам. Ну, то есть я как бы разложил, да, справа, а потом поделил на 4. Все. Вот таким вот именно образом хочу поделить, как мне будет удобно это делать. Теперь вопрос. Какие могут быть общие делители у этих двух? Один. И все, да? Нет. Делители y, правда. Но вот у этих двух, если будет какой-то p, который их делит, да, то понятно, что этот же p делит их сумму и разность. Плюс y попалам. Минус z минус y попалам. Ну, вот это, это что? А это? Ну, то есть тогда p делит z и y. А мы договорились, что они взаимы просто. Значит, такого не могу. То есть любой делитель, простой делитель вот этих двух немедленно превращается в общий простой делитель z и y. Поэтому они взаимно простые. Что мы делаем дальше? Мы раскладываем на множители вот это. x попалам. Если x попалам, это p1 в степени альфа 1, p2 в степени альфа 2 и так далее, pk в степени альфа k, да, стандартное разложение какое-то там, ну, по взрастанию, например, отправим, то тогда в квадрате это будет вот так. Правильно? Да. Хорошо. Основная теорема арифметики. Следующий шаг. Любое число единственным способом представляется в виде вот такого вот произведения, если их упорядочить. Абсолютно единственным способом. Любое натуральное число. А значит справа стоит ровно то же самое произведение, правда? Но только эти числа взаимопросты, поэтому никакое простое не может одновременно войти вот сюда и вот сюда. Получается, что они оба квадрата, правда, да? Ну, потому что вся группа вот эта, она должна, например, либо сюда войти целиком, либо сюда. Если бы она вот между ними как-то поделилась, то уже взаимопростота была бы нарушена. Ну и все остальные группы тоже так же себя ведут. А значит, каждая из этих чисел представляется тоже в виде произведения простых четных степенят. А это характеризация квадратов, да, можно здесь говорить. Поэтому Z плюс Y пополам равно какому-то N в квадрате, а Z минус Y пополам равно какому-то N в квадрате. Никаких гвоздей, да? Согласны? После чего, вспоминая, что Z и Y получаются вот так, мы имеем формулу Пифагорова 2. Ну, а этот, соответственно, X пополам, это N умножить на N. То есть X это 2N. Вот мы вывели формулу Пифагорова 2, обычным образом абсолютно, воспользовавшись по пути основной теремой отметки. В принципе, я бы мог сразу переходить к N равно 3. Но давайте я сейчас по-другому вот эту вот задачу решу, используя целые комплексные числа. Значит, заодно я про них расскажу. Дело в том, что, чтобы доказать теорему Пренера внутри, нам понадобятся некоторые специальные числа, которые называются эйсенштейновые, которые выглядят вот такой вот сеточкой треугольной. То есть это треугольники, ну, бывает, знаете, даже тетрадь такие бывают. Тетрадки в треугольную сетку я видел. Потом, правда, не мог найти нигде в магазине. Есть такие тетрадки, которые уволим всех. В узлах этой тетрадки... Все, у тебя есть, что ли? А, это просто я рисовал. Ну да. Нет, ну вот есть тетрадки, которые прям разлинованы сразу. И в узлах обычной тетрадки находятся гауссовые числа. Да, это знает каждый ребенок. Когда первый раз открывается характер, там написано тетрадь для работы с гауссовыми числами. Канцелярские там товары, тетрадь какой-то, ГОСТ, для работы с гауссовыми числами. Когда я стану министром образования, все-таки тетрадки, ну, вообще, все тетрадки будут так называться. Тетрадь для работы с гауссовыми числами. Запишите там, чтобы я не забыл. Сергей, садись тоже. Не-не-не-не. Послушай. Ну, вот так, сейчас, ну, сейчас поможет. Вот, в общем, когда тетрадь вот треугольная, то это тетрадь для работы с числами Эйзенштейна. Ну, вот, это я забегаю немножко вперед. Но гауссовые числа, ну, как бы, я предполагаю, что вы знаете, да, что такое гауссовые числа. Это целые комплексные числа. То есть это числа А-БИ комплексные, да, у которых А и В целые. Но даже если вы не знаете еще комплексных чисел, на самом деле с гауссовыми можно даже работать не зная комплексов. Вот, например, у нас, в 50-мой школе, когда я учился, мы еще не знаю, комплексных сразу же прошли гауссовые. Ну, как бы так, что нам просто сказали, что их хватает равно минус единица, а дальше надо действовать по правилам обычным. Вот, и, значит, и вот эти гауссовые числа, они отличаются равными полезными свойствами. Ну, вот, например, такими, что сумма квадратов сразу сама раскладывается на скобки. Не надо ничего перекидывать никуда. Можно просто вот так вот написать. Вот. А еще у гауссовых чисел, ну, можно как бы развивать, да, теорию гауссовых чисел, так же, как мы разливаем теорию обычных целых чисел, да? Как мы это делаем? Ну, теорию делимости, если мы развиваем, то 0 мы выкидываем. 0 такое число, которое, значит, с делимостью О-А. Либо определение получается все, что угодно, если 0 делится на 0, либо ничего, если не 0, что делится на 0. Поэтому, значит, с делимостью 0 плохо работает. А вот эти числа, 4 числа, плюс-минус 1 и плюс-минус И, работают с делимостью великолепно. Любое число можно разделить за любое из них. То есть они работают с делимостью как дроби, которые можно всегда двигать друг на друга. Вот, например, кто продиктует, чему это равно? А плюс В и делить на кей? В минус АИ. В минус АИ. Вот, я слышал правильный ответ. И действительно видно, что это целые числа, да? Ну, проверить легко и умножить на правую часть. Просто разделить, значит, это что-то, что при умножении на это дает 0. Вот. Ну, и также на минусы, естественно, сложно поделить. То есть есть такие 4 числа, на которые делится любое целое комплексное число. И, кроме того, если я вот рассмотрю вот эти 4. А плюс ВИ. А минус ВИ. В минус АИ. И минус В плюс АИ. То вот эти 4 числа друг на друга тоже попарно делятся. Ну, и получается как раз эти 4 числа. 1 и минус 1 и минус 1. То есть картиночка такая. Вместе с каждым гауссовым числом есть еще 3. Вот в таком вершинах, как бы, квадрата, да, расположено. Как классно, что здесь 5 фломастеров. Ну, темные были лучше. Раз лучше. Ну, я понимаю, но когда нужно нарисовать какую-то картинку, да, то прямо вот душа равняется, когда их 5. Вот. Вот. Это квадрат. А это еще один квадрат. Вот это такая, как бы, картина, специфичная, типичная для любого гауссового числа. То есть вместе с любым гауссовым числом все вот такие результаты поворотов на 90 градусов. А что такое поворот на 20 градусов, с точки зрения комплекса числа? Умножение на И. Умножение на И. Совершенно верно. То есть, получается, вот число. При умножении на И оно дает, соответственно, там, какое-то тоже минус Б плюс АИ. Оно дает еще раз умножили минус А на минус БИ. Вот здесь я неправильно поставил. Да, вот здесь минус. Вот. И еще раз сюда В минус АИ. И они все друг на другу попал на ленте дают как раз один И минус И минус И. То есть, у любого комплексного целого числа есть минимум 8 делителей. А у самого И. Нужно умножить на обратной единицы и все получится. Вот. Поэтому вас не удивит, совсем теперь уже не удивит, определение, которое я дам. Определение. Гауссовое число называется простым. Называется простым. Если у него ровно 8 делителей. Значит, это простое. Ну, по сути, это означает, что он делится только на себя и на единицу. Просто кроме себя и единицы, здесь как бы всегда паровозиком едут вот эти вот обратимые и ассоциированные. Вот эти называются ассоциированными с АППИ. Обычные простые тоже простые? Хороший вопрос. Не все. Правильно ответил. Не все. Некоторые да, некоторые нет. Но в эту сторону я сейчас не хочу идти. Я лишь хочу сказать, что двойка перестала быть простым числом. Потому что она равна 1 плюс сейму умножить на 1 минус сейму. Сумма квадратов? Да. Она равна сумме квадратов, а любая сумма квадратов у нас прекрасно раскладывается на... Ну, может, я сейчас это установил. Смола. Своего... Смола. Безалкогольного бухла. Компот. Из компот. Не знаю, уже не надо спросить. Вот. Ну вот, и теперь, значит, это означает, что, видите, как, двойка, да, в двойке 12 делителей. Вот кто бы мог подумать? В двойке 12 делителей. А именно 1 и минус 1 минус и. Пишите. 1 плюс и. Ну, я нарисую. Вообще вот эти вот все... А разве и не 6? Нет, 12. 12, 12. 2 и его прибеженные, ассоциированные. 1 плюс и его ассоциированные. 1 и его ассоциированные. Ну, вот я нарисовал все делители двойки. Вот они все. 1 плюс и и его ассоциированные. 1 плюс и. Да, но дело в том, что здесь R равно B. По модулю R равно B из-за этого не плодится обратная ситуация. Это как раз свойство двойки. Очень хорошая. Двойка это особенное. Крауссовое число. Особенное. Оно на самом деле есть квадрат. Потому что вот эти два... Есть единственная ситуация, когда простые вот такого вида ассоциированные. В остальных случаях они порождают разные вот эти самые четверки. Ну, простые единственное. В остальных случаях они ассоциированы, ну, например, A плюс i и A минус i. Но это уже непростое. Вот. А, соответственно, простое только такое, ассоциировано с сопряженным к нему. Это вот 1 плюс i. Ну, потому что 1 минус i умножить на i как раз равно 1 плюс i. Отвечаясь по ротам на 1 плюс i. Вот. И вот это вот число, оно простое. Ну, там, по неким очевидным причинам. Тут надо про норму говорить. На самом деле надо поговорить. Но все равно, это как бы это на будущее. Давайте поговорим чуть-чуть про норму. Потому что вот здесь это все будет повторяться. То есть, когда мы будем говорить про nrn3, будет очень много разных неприятных сложностей. Или, наоборот, очень красивых сложностей. Но в начале... Но часть того, что мы будем здесь говорить, напрямую переносится из разговора про гауссовое число. Поэтому давайте про гауссовое число немножко подробнее поговорим. Как и у любого комплексного числа, у гауссового числа есть норма. Норма гауссового числа — это квадрат его длины, то есть произведение его на сопряженное гауссовое число. Вот. И возникает как бы эффект такой, что если умножить два гауссового числа друг на друга, получится ac-bd, если вы откроете скобки, все раскроете, на bc плюс ad умножить на i. И вот если вы умножите, то норма вот этого числа, да, а плюс bi, ну, а, норма... Так, сейчас беру тряпку в руке. Норма перемножается, да. ac-bd плюс bc плюс ad на i, да? Норма вот этого числа — это, соответственно, что такое? Это оно плюс... оно умножить на... оно же только сопряженное. Но есть такое приятное правило, что произведение сопряженных минус dbc плюс ad на i. Это я записал формально. Но дело в том, что это, вот это, это то же самое, что произведение a-b на c-di. То есть, если, а если произведение такое будет таким, то вот такое, ну, просто тоже, вы просто раскрываете скобки. То есть это, ну, тупо упражнение и все. Отзеркалить? А? Отзеркально? Ну да, отзеркально вниз. Ну, то есть, как бы, вы отражаете, вот. И если вы два числа отразили и потом взяли произведение, то же самое, что взяли произведение и потом отразили. Ну, чтобы доказать, ну, проще, ну, не знаю, раскрыть скобки и все, и увидишь, что все так получится. Но тогда норма будет равна, вот это как бы подсказка, а тогда норма произведения будет равна произведению a плюс b на c плюс di на a минус b и на c минус di. Или иными словами, a квадрат плюс b квадрат на c квадрат плюс b квадрат, если я теперь поменяю просто порядок. Ну, и получается, что это произведение нормы. Вот. Идем дальше. Еще раз, что мокрое, а вот и даже не засидел, да? Так. А ну, что-то знает. Так, значит, итак, произведение данного норма произведения равна произведению норм. Теперь предположим, что есть некоторое число, значит, вот число, у которого норма является простым числом целого, да? То есть, если норма a плюс b и простое, то тогда a плюс b и тоже простое. Ну, потому что иначе, видите, как было бы a плюс b и было бы каким-то произведением z умножить на w. И тогда норма, которая простая, обычная, оказалась бы произведением нормы z на норму w. Ну, в этом случае, одна из этих норм должна быть равна единице, потому что, по предположению, это было простое число. Но если норма равна единице, легко понять, что само число – это обратимое число 1 и минус 1 и минус i, только в этом случае. Это в одну сторону или в обе? Да, в обе. В обе. Просто аккуратно посмотреть, при каких условиях, как раз, какой-то, сколько там мы не имеем. Для c в х b. Получается ровно 4 грян. Ну вот. То есть, иными словами, если норма какого-то гауссового числа простая, то гауссового числа уж точно простое. А вот обратное неверно. Норма числа 7 – 49. Да, 49. Ой, зачем мы стирали упражнения, которые мы решаем? О, я им потом начинаю. Сейчас все сотру. Так, а я слишком долго ждал. Бывают такие баллончики, да? И все стирается. А я пока скажу, что на этой схеме… На этой схеме… Интересно будет. Значит, на этой схеме… Ровно через 1 числа делятся на 1 плюс и… У вас что-то, да? Еще один слогон. Мне слова задействовать. Ну ладно, это будет на… На канале будет, так что-то. А шампунь изнута стоит. А? Шампунь изнута? Да, да. То есть, смотрите. Число 1 плюс 3 играет очень важную роль. Я про это говорю долго, потому что то же самое будет при n равно 3. Там будет некое специальное число, которое будет играть важную роль. Но в гауссовых числах очень важную роль играет такое первое простое число с самой маленькой нормой. Я что? О, что это, что ли? Какая-то крещия, это… Прилегка. Что называется «искитание»? О, вот пошло. Так. Значит. На вашей крещической сетке точки с суммой координат нечетной не умеют делиться на один плюсы, а точки с суммой координат четной умеют делиться на один плюсы. Понятно, да? Ну и вообще, на самом деле, на обычной креточкой сетке очень легко написать, нарисовать просто все гауссовые числа. Вот. Вот такая креточка для один плюсы получается. Такая решеточка. А, в принципе, если вы хотите узнать, например… Плохо видно. Плохо, да? Ну, сетку пусть плохо видно, а вот то, что потом будет, будет хорошо видно. То, что на ней будет. Вот. Ну, вот теперь смотрите. Вот жирный ноль. Черный ноль. И вот какое-то гауссовое число. Ну, например… Вот так. Так? То как увидеть все числа, которые на него делятся? Число, которые… вот те, которые целые, кратные, они вот на этой прямой лежат, да? Те, которые строго мнимо кратные, чисто мнимо кратные, они перпендикулярны прямой, но мы умножили на «и» его. Оно по-моему сюда, да? И где остальные, которые на него делятся? Тюрьма. Тюрьма. Тюрьма, да. Тюрьма. Тюрьма. Вот. Вот так происходит вот такая вот тюрьма. Вот все, которые в этой… в узлах этой сетки, это как раз получаются делители числа, в данном случае два плюсы. Ну, а для нашего этого знаменательного числа один плюсы, это, соответственно, все вот такие. Просто через один идут… Т.е. сетка, которая имеет… Т.е. с иными словами, а плюс б и делится на один плюсы тогда и только тогда, когда а плюс б четно. Т.е. либо и а и б будут нечертные, либо оба четные. Но если оба четные, она должна на два делиться, и тем более делится на один плюсы. Ну, вот знаменательно, что, например, три плюс и на два не делится. Но на один плюс и на делитель двойки, да, делится. Ну, теперь все уже готово. Итак, пусть х квадрат плюс у равно z квадрат. Тогда, как мы уже знаем, если мы сокращаем на все лишнее, то z нечетно, а x и y, ну, в разной четности. Тогда… а? В каком смысле разной четности? Чертной и нечетной. Чертной или нечетной? На обычном смысле? Да-да-да, в обычном смысле. Ну, четность она только в обычном бывает. Тогда запишем вот так. Что дальше? Дальше. Если они взаимно простые, то какие делители могут быть в этих двух? Ну, вот, например, если какое-то гауссовое число, там, w гауссово, делится на x плюс y, и w делится на x минус y. Делит. Что делит? Делит или 9? Делит. Если у них… вот, в общем, мы ищем общие делители. Вот, если какое-то гауссовое число делит вот эти… то оно делит сумму их, да? И разность. И разность. 2y и… но и никакого отношения к делимости не имеет. Оно обратимое, неважно, можно его убрать. Двойку. То есть, получается, что они должны либо делить… Ну, если w делит двойку, да? То это вполне возможно. Пожалуйста. В принципе, могло бы такое быть, что оно делит двойку. Но тогда оно чему должно быть равно? Либо w делит двойку… Ну, давайте пока. Либо, если оно не делит двойку, то… То есть… нет, не так. Либо оно делит… Это же простое, да? Значит… Ну, да. Либо… либо… Не делит один плюсы. Вот так напишем. Оно либо делит двойку, либо уже не делит один плюсы. Потому что вы предположили, что это простое гауссовое число, да? Вот. А у двойки только один простой гауссов. Видите? И один плюсы. Я… Вот тут Силдер использую, на самом деле, основной теоремой арифметики. Это единственное, что я сегодня не буду доказывать. Ни для целых, ни для гауссов, ни для эйсенштейновских. При том, что это довольно сложный факт, который нужно, на самом деле, отдельно. Который сейчас бывает неверен. Да! Который в других случаях бывает неверен. То есть там ужасно повезло, что он верен здесь и здесь. А вот, когда Ламе принес свое доказательство в Академию, в Великой Терем Ферма всей вообще, он использовал систему чисел, которые подразумевал верность на теоремой арифметике, и из нее вывел Великой Терем Ферма. И мы указали на эту ошибку. Он сказал, как это, что бывает иначе. И выяснил, что бывает. Вот. Ну, в общем, будем предполагать, что она верна. Тогда, да, простое там случилось, что либо делит двойку, либо уже не делит один плюсы, но тогда оно должно, тогда оно должно делить как x, так и y. Ну, если оно делит и x, и y, да, то тогда, значит, его норма тоже делит и x, и y. Вот это такой факт, да, что если x там равен w умножить на s, вот, то тогда теперь, смотрите, значит, x равен w умножить на s, тогда x же равен и произведению, ну, как бы этих самых, ну, обратимых к нему, ой, сопряженных. Ну, потому что x сопряженный, то же самое, что x, если оно целое. Вот. Тогда мы получаем, что, ну, наверное, написать x квадрат, норма w, норма s, да, написать вот так надо, правильно? И теперь, что теперь? Что у нас теперь? Что у нас теперь? Ну, теперь, да, там два случая, конечно, надо рассмотреть. Если это s необратимо, если это s обратимо. Если оно необратимо, то сразу x равно норму w. Вот. То есть если оно обратимо, то... А если оно необратимо, то тогда получается, что x ассоциировано с... Да, тогда если квадрат равно нормой w, а само x ассоциировано с простым гауссовым числом. Ассоциировано с простым гауссовым числом x. Ну, то есть оно само как x, само x является простым тогда гауссовым числом. Так. Значит, простым гауссовым числом w, да? Так. Сейчас я пытаюсь вот здесь до конца дойти. Значит, я хочу здесь... Вот здесь я хочу сказать, что из этого следует, что w равно 1. Давайте сейчас попробуем вместе аккуратно их довести. Итак. Гауссовое число а плюс бета и не является числом 1 плюс и, и при этом делит два целых числа x и y. Я утверждаю, что тогда оно равно единице, если они взаимно просто как обычные целые числа. Вот такое утверждение. Точное я делаю. Давайте попробуем его еще раз довести до ума. Значит. Итак. И для x и для y верно. Значит. Ну, для них одновременно не может быть верно, что они и есть это число. Потому что иначе они уже не взаимопростые. Вот. Значит, они просто совпадают друг с другом. Тогда ассоциированное с этим целое число будет одно и то же. Значит, соответственно, одно из них, по крайней мере, одно из них равно норме этого числа. А другое, другое может быть равно ему самому. Но в этом случае, да, одно равно квадрату другого просто. В этом случае одно равно квадрату другого. И опять нарушается взаимопростота. То есть, действительно, если они взаимопростые, то это, вот это вот при том, что это не равно один плюс и, причет, что альф плюс бит и равно единице. То есть общих действий тогда нет. А может ли оно быть равно один плюс и? Ну, потому что в одном случае написано... Ну вот, да, здесь какой-то такой досадный мелкий переход. Чёрный пишите, чёрный. Который, да, который, на самом деле... Ну, давайте попробуем его аккуратно проделать. Итак, было какое-то гауссово простое, которое делило 2x и 2y. Ну, давайте сразу, если оно равно один плюс и, то это входит в противоречие с тем, что эти разные чёрности. Это сразу, чтобы с этим случаем разобраться. Вот. Значит, если же это не так, то оно... Вот. Здесь места. То тогда оно делит и x, и y. Вот. Сейчас как бы... То есть оно не равно один плюс и, потому что иначе бы один плюс и делило x плюс y и x минус y, но x плюс y нечётная, а не разочётная. Значит, это в случае невозможно. Вот. Вот это либо, вот это либо. Оно невозможно. Поэтому возникает то-либо, что омега, на самом деле, делит оба. То есть есть некоторое... Почему не делит это, что делит оба? Потому что, если оно простое число и не делит произведение двух чисел, то оно... То есть если оно делит произведение двух чисел, то оно... То есть если оно делит произведение двух чисел, то оно... Нет, ну просто утверждение из основной теоремы аритметики. То есть простое число делит произведение двух чисел, то оно должно делиться одно из них. Если оно не равно один плюс и, оно не может делить дву. А тогда должно делить x. То есть то же самое. Не может делить дву, значит должно делить ик. То есть утверждение стоит в том, что если простое гауссово-омега, вот такое, вот, W, делит х и у, извините, делит, да, делит х и у, то х и у не взаимно простые, да, как целые кисла. Вот. Давайте сделаем следующее. Это важное, хорошее, полезное очень утверждение, которое я пока просто оставлю. Юра, и ты докажешь в конце, и покажешь, как это делается. Хорошо? Х и у, наверное, это очень просто. Надо просто доказать, что, на самом деле, надо доказать следующее утверждение. Если W делит целое число X, целое, то норма W делит, ну, не совсем тоже верно. А 0 как-то? Не, нет, но не нулевое, наоборот. Да норма W, не важно, на самом деле. Норма W... Подожди, а норма W сделит норму X на W? На самом деле, не совсем. Дело в том, что если вот X это простое, обычное, но при этом неразложимое, 3 на 1. Ну, 7, 3, да. То, значит, так. Вот что. Если W, не принадлежащее Z, вот, вот такое утверждение будет точно верно. Если некоторое гауссовое число, которое не является обычным целым, то есть у него есть существенная, мнимая часть, делит какое-то целое число X, то его норма делит X. Все. Вот утверждение, которое надо доказать. Потому что если оно само по себе было целым, то мне ничего не надо доказывать, я уже увидел, что они не взаимопростые. Мне нужно разбирать только в тот случай, когда на самом деле оно. Вот. И здесь возможен, как бы, возможно, некоторый аккуратный анализ с тем, как выглядят простые гауссеры. Это либо сами простые, либо вот эти вот, каждое простое виды 4К плюс 1, сумма 2 квадратов, соответствующая А плюс 2 будет 10. Ну да, давайте, давайте, действительно, пока я это оставлю. Вот такое утверждение. Такое упражнение получается у нас, да, упражнение, что если есть некоторое гауссово простое и не целое, и если оно делит некоторое целое, то его норма тоже делит это целое. Все. Норма не вставили, еще делят. Но норма делит X. Ну и тогда понятно, что мы все доведем до конца, как надо. Прекрасно. Теперь следующее. Что мы из этого увидели? Что они взаимопростоят. Так? По модуле вот этого упражнения они взаимопростоят. Х плюс Y и X минус Y. Взаимопростоят. Через окно. Могу не вылететь. Дашь, уважай. Так. Давайте стираем вот это. И теперь, что дальше происходит? Дальше происходит то же самое. Только будет немножко даже быстрее и эффективнее. Значит, происходит следующее. Раскладывается Z в произведение простых степенях. Ну а значит, это будет выглядеть так. Там, какое-то первое, Омега один в степени гамма один, так далее, Омега К в степени гамма К. Значит, тут надо говорить про ассоциированность. Но давайте пока пока просто какие-нибудь простые выберем. Ну вот когда, значит, тут вот на самом деле утверждение будет выглядеть так, что любое число является каким-то обратимым умножить на произведение степеней простых. Уже не будет точности равно. Не обязательно точности равно. произведению простых. Ну, например, значит, число 2. Как разложить число 2 в произведение простых чисел гауссовых? Ну, мы хотим написать 1 плюс и умножить на 1 минус и, да? Ну, это два одинаковых гауссовых числа с точки зрения ассоциированности. И если я это учту, то на самом деле будет минус и умножить на 1 плюс и в квадрате. То есть, чтобы вот такое сделать произведение, уже надо привлекать обратимые в начало. У нас просто целые числа были хорошо чем? Ну, там были, мы брали их положительную часть. Мы все целые брали. Минус 14, это тоже. Минус 1 умножить на 2 умножить на 7, да? На самом деле. То есть, как бы, а здесь еще сложнее, потому что их 4, этих обратимых. И это надо учесть. Все равно придется это учитывать, что не прямо-таки произведение степеней, а умножить на обратимые. Хорошо, но тем не менее, тогда квадрат, ну, тоже равен там квадрату обратимому, он отнимает, квадрат на обратимом всегда обратимый, а квадрат будет вот такого вида. И опять будет то же самое верно, что каждый из них будет квадратом, но только теперь с точностью до каких-то обратимых, да? Sigma 1 на M в квадрате, на, 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 на какое-нибудь Z в квадрате, вот это число. А это там Sigma 2 на S в квадрате. Z у тебя есть. А? Z справа уже есть. Z есть. Q. Q. Кинзацар. Да? Вот. Понятно, да? То есть, дальше то же самое, только нужно учитывать обратимые. Вот я почему на них внимайся оттачиваю, потому что вот здесь это будет жесть, будет сплошные обратимые, вот работа с обратимыми будет. Вот. Значит, здесь, соответственно, вот это. Ну, а дальше все, потому что обратимые, это один из вот этих вот четырех, а Q квадрат, просто записываем M плюс NE возведенный квадрат. И это должно быть равно X плюс Y. Отлично. Возводим квадрат. Что это такое? Квадрат вот такого числа, диктуете? M квадрат минус N квадрата? Да. Плюс 2M N квадрата. Нет, 2M N I. Точно. Ну и если, например, здесь была единица, то мы прям сразу получаем формулу пифагорных троек после приготовлений это просто возведение в квадрат выражения M плюс N I. То есть он скрывает суть пифагорных троек. Это просто квадрат числа. X плюс YG является квадратом голосового числа. И все. Ну все. Приступаем к главному. Дикателем Ферма при этом внутри. Это были приготовления, которые нам позволят сильно, быстрее сильно быстрее пробегать в план. Собственно, главный. Нашим сегодня. на главной задачи. Так. Первым делом я заменяю уравнение Ферма на более общее уравнение. То есть вместо того, чтобы решать уравнение X кубе плюс Y кубе равно Z кубе в целых, эта задача заменяется на задачу решения уравнения X кубе плюс Y кубе равно обратимое число U на Z кубе в Z от Омега. И прежде чем объяснять, что происходит, мне нужно афтическое Z от Омега. То есть я ввожу, как говорят, расширение колец. Это называется. То есть вместо кольца Z я беру кольцо Т, я беру большое кольцо, но уже новое, не гауссовое, а новые числа, вот эти вот, числа в вершинах треугольника. Значит, устроены они так. Вот 0, вот 1. Я рисую правильный шестиугольник. А правильный шестиугольник вписываю в единичную обычную тригонометрическую окружность. Вот. И объявляю, что вот эти все числа у меня, как бы, в моем кольце присутствуют. Ну и присутствуют всевозможные числа, которые должны присутствовать в кольце. Помните, что такое кольцо? Это где можно складывать, почитать и умножать. Ну вот, соответственно, складывая, уже даже просто складывая, мы получаем все точки треугольной сетки, а дальше с помощью формулы, которую мы сейчас напишем, как они, как их можно записывать, получается, что и умножение тоже не выводит за пределы. Ну и некоторые правила сейчас умножения, то есть чуть больше сетки нарисуем. Чуть-чуть больше. Вот столько. и так, вот это называется омега, а вот это будет омега квадрат, оно же омега сопряженное. Чему равно омега, просто так, на всякий случай? Минус, может быть, а не? Корень третий степень нет. Нет. Да, это тоже абсолютно верно. А действительно, омега и омега квадрат вместе с единицей это три корня третий степень издействия. А вот как его записать в комплексных числах? Ну вот, 0 и 5. Ну и, соответственно, омега квадрата минус 1 на 3 минус. Ну и нам, естественно, пригодится уравнение 1 плюс омега плюс омега квадрат равно 0 во всех его ипостатях. Ну и, собственно, это вообще результат решения уравнения омега в кубе минус 1 равно 0. Если сократить это уравнение на омега минус 1, то есть убрать единичный корень в станции корня вот этого уравнения, два корня, которые есть, соответственно, вот здесь и вот здесь. Ну и мы рисуем теперь все числа вида а плюс b омега, где а и b целые. И вот это и есть по обновлению числа Эйзенштейна. Вот. Ну и, если я докажу, что это уравнение не имеет решений в числах Эйзенштейна, отличных от нуля, ни при каком у. А что такое у? Шестиугольник. То есть я вместо одного уравнения написал шесть сразу уравнений и доказываю, что ни одно из этих не имеет решений. Или я написал одно уравнение, но в нем x, y и z это пробегают все минулевые Эйзенштейнного числа, а у пробегает шесть конкретных чисел. И вот я утверждаю, что вот такое уравнение уже решений не имеет. Из этого, естественно, сразу следует, что исходное не имеет решений в z, потому что любое исходное решение в z, ну, как бы, при уровне единицы становится решением в том числе в z от омега. Поэтому решать будем его. Значит, теперь нам нужна серьезная, пунктатаритная работа, похожая на ту, которую мы проделали с Гауссом. Итак, что есть простое число Эйзенштейна? Ну, делимость определится ровно так же, да? Умножение. Ну, давайте напишем, как выглядит умножение, потому что оно здесь немножко странно выглядит. a плюс b омега на c плюс d омега равно ac минус vd плюс vc плюс ad минус vd на омегу. Почему? Потому что омега квадрат, который равно минус один минус омега. Омега квадрат мы превратили в минус один минус омега, вот это пошло минус один и запошло минус омега. Все остальное понятно. То есть такое правило умножения. Еще надо понять, как выглядит норма. Норма определяется ровно так же, как длина квадрата длины вектора. Ну и значит, норма это произведение числа, но его сопряженное. Давайте запишем в таком же виде сопряженное. сопряженное это а плюс б омега квадрат. Сопряженное к омеге это омега квадрат. Здесь все косо, криво, да? Все перекошено. И даже формула для сопряженного выглядит как-то странно. Значит, а плюс б омега квадрат, но его надо записать, но в принципе я бы мог сразу написать просто а плюс б омега квадрат, а вы уже как-нибудь сами переведете это на самом деле а минус б плюс что там? Это а минус б плюс минус б омега. а минус б минус б омега. Но мне удобнее умножать в таком виде, потому что в таком виде сразу все будет ясно. а квадрат плюс а б омега плюс а б омега квадрат плюс что а? b квадрат на омега в кубе то есть один а это что? а это можно квадрат минус а б минус а б да потому что омега плюс омега квадрат равно минус единицы и получается такая хорошо известная квадратичная форма а квадрат минус а б плюс б квадрат которая тоже не имеет никаких нулей кроме точки ноль-ноль а кто знает а кто проверял а вот если в этом приравнять нулю то можно хитро вычленить сумму двух квадрат и из этого будет следовать что оба они должны быть равны нулю и очень быстро получим что а и равны нулю то есть вот эта вот штука она не может быть равна нулю но нам нужно не то чтобы она была равна нулю нам нужно понять какие числа обратимые значит опять же следует правило что произведение двух чисел Эйзенштейна допустим кси и это имеет такую же норму как произведение норм но вот это я позволю себе опустить по трех по упражнению что такое я бы сказал очень нудное но не сложное упражнение то есть здесь тоже следует правило произведение норм равновремен произведения или если хотите не делать это упражнение просто вспомните о том что на самом деле речь идет обычных комплексов числа просто норма здесь выглядит как-то неправильно а так это обычная комплексная норма поэтому естественно правило произведения будет выполняться хорошо значит соответственно если так то обратимость обратимость эквивалентна тому что норма равна единице опять в обе стороны в одну сторону если норма равна единице то норма это же произведение кси на кси сопряженное которое же целое галстово то есть единица это произведение кси на какой-то еще галстово то есть кси обратим значит если норма равна единице то кси обратима потому что просто при произведении на свое это сам сапряженное но с другой стороны если кси обратима то тогда кси умножить на ню будет равно единице при некотором ню тогда норма единицы это же единица и она равна произведению двух норм, но естественно из этого следует то есть это норма Кси и норма Ню равна единица то есть норма равна единица это то же самое, что обратимо а теперь нам нужно их перечислить окажется, что ровно шестиугольник то есть нужно решить вот такое уравнение в целых корня 600 вот это вот уравнение решить целых окажется, что у него 6 решений можно с корня 600 степеней единицы брать ну в принципе можно и так увидеть, что все остальные имеют просто большую длину и соответственно необратимое можно и так можно и блок взять и просто решить ну как бы если вам дано на занятии, да, задание найти все целые АП, при которых вот это верно ну это некий там галимый перебор, но это делается согласно и вы получите ровно 6 вариантов которые являются вершинами правильных шестиугольников все корни 600 степеней ну вот значит это 1 плюс омега это нам пригодится в какой-то момент это минус единица это соответственно минус омега вот разлиновочка всех все обратимые но теперь опять опять возникают те же эффекты что такое простое? определить простое число Эйзенштейна да, это делитель? да это такое у которого ровно 12 делителей ровно 12 делителей у обратимых 6 в 0 бесконечность у непростых больше вот то есть каждое число получает в довесах тут уже сложнее для себя представить но как бы вот тут ты куда-нибудь смотришь и шестиугольник на него вот так нанизываешь то есть поворачиваешь на 60 градусов умножение на 1 плюс омега это поворот на 60 и получается что с каждым числом Эйзенштейна возникает шестиугольник немножко вот так повернутый центрированный в этом числе и все эти числа ассоциированы с исходным плюс шестиугольник исходный всех обратимых то есть все то же самое что в Гауссовах только там по 6 в этом колесе и во втором колесе будет 6 чисел да, и второе ну да, вот-вот ты вертикально нарисовал да, но как бы в произвольном виде вместе с каждым числом будет вот значит теперь начинается более тонкий анализ следующее утверждение уже не вполне тривиально его надо аккуратно разбирать лемма ну это не те лемма потому что она слишком технична лемма а, я еще не нет, я еще не дошел рано я ее формулировал рано есть вот было число 2 которое играло особую роль в Гауссовых оно перестало быть простым возникает вопрос какие числа перестают и не перестают быть простых в Эйзенштейновских в общем в общем виде задача полностью решена и ответ дается выражением 3k плюс 2 и 3k плюс 1 3k плюс 2 оказывается вот 5 это простое будет оно 3k плюс 2 а 7 это 3k плюс 1 оно больше не простое будет то есть здесь другие теряют простоту чем у Гауссовых теряют те, которые имеют вид 3k плюс 1 любое число вид 3k плюс 1 раскладывается на множестве либо Эйзенштейновских но это не очень просто это требует привлечения практического закона взаимности Карла Фритта и Гаусса вот и ну или какой-то локальной его версии так что это не очень просто но просто что 3 перестало быть простым 3 перестало быть простым 3 делится вот на это число посмотрите это число ну вот вот здесь хорошо видно что это такое это и корни из 3х оно теперь целое и корни из 3х стало целым это же что такое это как туда попасть 1 плюс 2 омега это 1 плюс 2 омега вот это целое это целое то есть ни корни из 3х является целым вот такой такой эффект да странный эффект значит тогда 3 является ну как бы квадратом этого числа да но точно туда обратим то есть 3 это и корни из 3х квадрате да еще со знаком минус правильно то есть 1 минус 1 плюс 2 омега возведем на этот квадрат но если мы будем исходить из вот этого из простого то квадрат число 3 будет так записан но можно так же соответственно минус минуту и засунуть да вот в общем число 3 перестало быть простым оно теперь является квадратом семерка составной простой семерка составной 2 плюс омега делится семерка если я не езжуя практически значит вот это число которое равно ну соответственно 1 минус Омега, оно специальное название носит лямда, и это как бы корень из трех. Но корень вот в таком смысле, с точностью дообратима, обобщенный корень. Корень из трех это лямда, один минус омега имеет эту длину, вот именно его выбирают, но оно, как бы то, которое я нарисовал, оно в той же орбите находится ассоциированности, что и лямда. Но просто удобнее вот это брать почему-то, или почему-то так сложилось. То есть один минус омега, вот это вот направленное под 30 градусов число, длины корень из трех является простым уже, ну, например, по темам сооружения, связанным с нормой. И оно есть корень из трех. Так вот, ляма, вот теперь уже существенное ляма. Если Эйзенштейново число Q не делится на лямда, то Q в кубе равно плюс-минус один по модулю лямда в четвертой. А лямда в четвертой это девять. Ну, ассоциировано с девятью. То есть можно было написать по модулю лямда. Лямда это как раз вот это. Ну, понятно, лямда квадрата это как бы три, значит лямда в четвертой это как бы девять. И вот здесь нарисованы, давайте я пущу по, пущу, просто по ритам. Вот тут такие зеленые точки, это четвертый. Вот зеленые точки на схемке, которые сейчас каждый из вас посмотрит, это ассоциированные к лямду в кубе. А синие это ассоциированные к лямду в четвертой или что-то же самое к числу 9. То есть это удивительенная в размере исходная сета. А лямда в четвертой минус девять будет? Ну, это не важно, это ассоциировано. А, вернее. С точки зрения умножения она обратимая. Вот. Лямда в четвертой в точности равно минус девять. Нет, неправда. Лямда в четвертой равно минус девять омега квадрат. Ну, в общем, суть в том, что если есть некоторое число, которое не делится на вот это самое лямда, то тогда его куб, а мы же изучаем кубы, попадают в совершенно конкретные, очень редко встречающиеся точки этой плоскости. А именно сюда или сюда, либо через девять шагов в десятку или в восьмю амега, либо туда наверх, где девятью один плюс омега, или в девять плюс девять омега, либо в восемь плюс девять омега, либо в десять плюс девять омега. То есть по парам налево-направо в единичке, вот это вот, значит, вот от этой, от этой. То есть они встречаются в неких конкретных, очень редких местах, близко-близко к вот этой удивительной сетке. Вот это надо понимать. Это сейчас самое главное техническое убеждение, которое будет дальше очень сильно работать. И еще надо понимать, что сетка чисел, которые делятся на лямбда в кубе, отстоит от вот этой сетки, делящейся на лямбда в четвертой, довольно далеко, если при этом, ну, как бы, не брать те, которые на лямбда в четвертой делятся тоже. То есть если взять все числа, которые делятся на лямбда в кубе, но не делятся на лямбда в четвертой, то как бы это выглядит примерно так. Вот огромный треугольник, огромный, да? Вот здесь, здесь и здесь, это вот как бы по девять. И вот здесь, в самом центре сидит делитель лямбер в кубе, но не делитель лямбер в четвертый. Треугольники же треугольники. Ну, треугольники, они же все вот так вот треугольники за треугольником идут. Все числа, которые находятся в девятеренной сетке, делятся на лямбер в четвертый. А те, которые делятся на лямбер в кубе, но не делятся на лямбер в четвертый, они вот так вот как бы идут по центрам этих треугольников. И, соответственно, плюс-минус 1 отсюда никогда не попадает сюда. Далеко просто слишком располагано. А утверждение справа-влево или... Право-влево. Утверждение именно справа-влево. Значит, это утверждение надо доказать. Доказывается оно достаточно технически. На самом деле обнаруживается, что если мы посмотрим по модулю лямбда, то есть только три варианта. Ноль, один и минус один. Вот это совсем техническое утверждение, которое я оставляю в этом упражнении. То есть проверить, что любое из Эйнштейнового число при делении на вот это лямбда дает остаток... Ну, может быть, выбрано для любого такого числа. Оно сравнимо с единицей, нулем или минус единицей по модулю лямбда. То есть с помощью лямбда можно загнать его либо сюда, либо сюда, либо сюда. Но это можно на картинке просто погонять вот так. А вот они, соответственно, по партнами сравнивают друг с другом. И если не ноль, то я узнаю, что, соответственно, вот четвертая степень будет так себя вести. Ну, как бы доказать? Значит, если не ноль, то, соответственно, это лямбда х плюс минус один. Правда? Вот. Ну, вот по этой вот совсем маленькой технической лиме получается, что должно быть лямбда х плюс минус один. Давайте попробуем. Честно, мы зайдем в куб. Куб в кубе равно... Диктуйте. Лямбда х плюс минус один, возьмем в куб. Дальше три квадрата, но знак уже в зависимости от изницы. Точно три. Точно три, совершенно верно. Три. Лямбда х плюс минус один. Один. Просто один. Теперь что мы утверждаем? Просто утверждаем, что вот это делится на девять. Согласны? Да. А то же самое. Если я делится на девять, то как раз плюс один по модуле лямбда х плюс твердый, он же девять. Этелите. А? Проделите, что будет. Да, сейчас докажу. Но вот этот неприятный плюс минус, он уже делится на девять. Зачеркиваем в куб. Почему? Он никак не леет. Ну, да, лямбда х плюс квадрата делится на три, наверное. Да, и еще раз три, да. Значит, это отпадает, потому что это как раз утверждение. То есть надо доказать, что вот это выражение, вот это вот, вот это выражение, всегда делится на лямбда четвертый. Немножечко раз. Да, вот на лямбда х плюс твердый, оно уже делится. Итак, правда? Потому что там тройки. Там лямбда х плюс твердый. Значит, нужно доказать, что еще и на лямбда х плюс твердый всегда делится. Значит, смотрите, давайте сейчас аккуратно соберем на лямбда х плюс твердый. Аккуратно, потому что три это тоже не просто лямбда х плюс твердый. Три. Я вот это вызвали. Давайте 3 через лямбду все-таки. Я люблю лямбду. Лямбду квадрат умножить на какое обратимое? И вот лямбду квадрат — это вот сюда, правильно? Значит, на что надо умножить? На 1 плюс омега. Да. Еще на верх. 1 плюс... Я бы все равно получился. Омега. 1... Вот. Мы это на 60 градусов должны признать. 60 градусов, попадем в тройку. А 60 — это плюс омега. Так, отлично. Тогда запишем. Вот теперь мы аккуратно запишем все. Что у нас получилось? Лямбда в кубе на х в кубе плюс 1 плюс омега лямбда в кубе на х. Надо доказать, что делится на лямбду в четвертой. Это то же самое, что сокращаем лямбду в кубе везде. Получается х в кубе плюс 1 плюс омега на х всегда делится на лямбда. Если х уже делится сам на лямбду, то и бог с ним. Уже все разделилось, да? Их не делится. А если не делится... Так. Либо х делится на лямбда, тогда кирдык... Это кирдык. Курка. Это кирдык. Ну, в смысле, все доказано. Но иногда... Такой значок пишет. Иногда пишет противоречие, если включать в кружок. Но здесь могут быть разные коннотации. В принципе, да. Ну, в общем, либо... Да, либо х не делится на лямбда, но тогда х квадрат равен 1 по модулю лямбда, потому что, если их не делится на лямбда, то есть это минус 1 или плюс 1 по модулю лямбда. Прvisение квадрата это 1. Понятно, да? Квадрат всегда дает один. Но тогда... Тогда что здесь написано? Нужно посмотреть, чему... Значит, на лямбде сокращаем, потому что он не влияет на эту беремость, на все. Х квадрат плюс 1 плюс омега по модулю лямбда равно 1 плюс 1 плюс омега по модулю лямбда. То есть 2 плюс омега по модулю лямбда. Ну, это 0. 2 плюс Омега, 2 плюс Омега, это вот. Это в орбите Амбит. Я сказал, что 7 делится на 2 плюс Омега. Я ошибся. На 2 минус 3. 2 плюс Омега, это самое. Результат денег побудет. Результат денег. Ну, что тут тоже в этом будет денег. Вот, в общем, все. А независимо от того, какой был х, эта штука разделилась на еще одну лямбду дополнительную. Это нам дало главный результат, который сейчас мы будем муссировать в доле поберега. То, что куб числа из Эйнштейного числа, не делящегося на лямбда, дает остаток 1 при делении на лямбду в четвертом или минус 1. Это сравни результату про то, что квадрат нечетного числа дает остаток 1 при делении не на 4, а на 8. Знаете, да, такую штуку? То есть на 2 в кубе. Он как бы степень повышается на единичку. И при изучении биодических чисел, когда в Даните берете, там это будет важно. Там вот на этом эффекте все работает. А первый лбой? А надо? Не надо, да? Добьем. В принципе, не так много, на самом деле, осталось. Ну, так что, осталась самая красота, в общем-то. Сверхнита, на самом деле, почти закончилась. Осталась самая красота, в общем-то. Давайте, наверное, все. Будем подряд, да? Будем. Свершать грубое насилие над головным мозгом. Так, вот, поехали. Итак, значит, что же мы теперь делаем? Мы аккуратно смотрим на это уравнение. x кубе плюс y кубе равно обратимой на z кубе. Давайте посмотрим, могут ли они все три не делиться на лямбду. Да, сокращаем, как обычно. Да, на все сокращаем. Теперь уже в Эзенштейновых. Они попарно взаимопростые из Эзенштейновых числа. Попарно взаимопростые из Эзенштейновых числа. Тем самым на лямбду тоже может делиться только один из них, не более. Ну, вот два разных случая. Первый случай, что никто не делится. Я утверждаю, что он противоречив. Постаток говорили. А? Постаток. По модулю лямбду четвертый. Плюс-минус один, плюс-минус один равно плюс-минус у совершенно неразрешенного уравнения. Такие. Плюс-минус один, плюс-минус один это два, более минус два. А обратимое число имеет длину один, да? То есть мы не попарим в него никак. Понятно? Да. Вот. Более того, мне понадобится немножко более жесткое утверждение потом, что если вообще написать... Так, сейчас. Нет, подождем. С более жестким... С более жестким... Сейчас я подумаю, можно написать более жесткое? Да, можно. Можно и нужно. Давайте напишем некоторое усиление, которое нам потом пригодится. Усиление будет так звучать. Даже если здесь не одинаковый коэффициент, а вообще произвольные обратимые. Понятно, что с кубами можно играть направо-налево, знак менять плюс-минус, потому что минус-минус это куб, можно всегда его внести внутрь. Поэтому, как бы, тут неважно, где и так написать, я могу просто вот так написать. И это, в общем, почти то же самое. Это более общее уравнение, чем предыдущее. Так вот, если здесь R1, R2, R3 обратимые, то решений в ненулевых, не делящихся на лямбду из Эйзенштейнерских числах. Нет! Это все везде не делится. Ни одно не делится. Ой, да. Но у нас они взаимы просто так, не важно. Если ни одно не делится, ни одно не делится, и ни одно не ноль, то это уравнение неразрешимо, потому что оно тоже по модулю 9 сводится к уравнению плюс-минус R1, плюс-минус R2, плюс-минус R3 равно 0. Так, стоп. Обманываю. Я вас обманываю, господа. Это утверждение неверное, потому что 1 плюс омега, плюс омега квадрат как раз равно нулю. Оно может быть верно, а при x равно y равно z. Я подожду формулировать. Какое-то похожее утверждение я безусловно сформулирую. Но я скажу чуть позже какое. А пока давайте посмотрим тогда, что мы уже доказали, что одно из них делится на лябда. Это можно доказать. То есть, если существуют такие решения, изучаемого нами уравнения, то либо x, либо z делится на лябду. Значит, теперь утверждение довольно такое тонкое. Смотрите. Я утверждаю, что можно считать, что на лябда делится именно z. Что значит можно считать? Это значит следующее. Если u не равен плюс-минус 1, то это прямо жесткое утверждение, что если мы увидели здесь такое уравнение с нетривиальным u, ни единица, ни минус единица, то лябда может делить только z. Почему? Вот почему. Смотрите. Пусть, например, оно делит x. Неважно, x или y. По модулю лябда... Так, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Так, пусть оно делит x. Да. Тогда по модулю лябда четвертый что получается? Один вариант это, что x делится на лябда, другой вариант, что x не делится на лябда. Значит, мы начнем с того, что... Ой, что я сказал? x делится на лябда. Значит так, x делится на лябда. Один вариант. Либо x не делится на лябда квадрат. А другой вариант. x делится на лябда квадрат. Вот разберем их по отдельности. Оба варианта. Если x не делится на лябда квадрат, то x кубия делится на лябда в кубе и не делится на лябда в четвертый. И вот так действительно не бывает. Потому что это число сидит вот в этой точке. А эти два. Вот это плюс-минус один. Это плюс-минус у. Они сидят недалеко от лябда в четвертой. Может быть прямо в ней. Если сократились. 1-1. Но тогда это делится на лябда в четвертый. Это не должно делиться. То есть число не делящееся на лябда в четвертый, но делящееся на лябда в кубе при прибавлении единицы или минус единицы никак не достает до вершины этого треугольника. Там далеко. Поэтому вот это не может быть. И вот здесь действительно гердых. А если x делится на лябда в квадрат, то 7 патчей не может быть, потому что мы договорились, что у не единица и не минус единица. А по модуле лябда в четвертый вот это будет 0. Это плюс-минус один. А это плюс-минус у. Видите, да? То есть, итак, если у не равно единице и минус единице, то есть если оно прям такое жесткое, обратимое, настоящее, без дураков, то на лябду должно делиться z, которое стоит при нем. Только оно. Потому что если бы лябда стояла при x, то либо только на лябду 9 тогда вот сюда попадает и ничего не выходит, либо уже на лябду в шестой делится, тогда тем более на лябду четвертый делится, тогда это 0 по модуле лябду в четвертый. И это плюс-минус один, а это плюс-минус у. И мы как раз получаем, что они не могут совпасть. Значит, вот. А если у равно единице, то, пожалуйста, может любой из них здесь на лябду, но тогда мы можем его кинуть направо и считать, что оно и есть z. Понятно, да, идея? Места изменять. Да, просто поменять местами. Если у это не настоящее обратимое, а плюс-минус один, то мы можем легко их просто поменять местами и записать в таком же виде, только теперь уже тоже это вот это, что делится на лябду. Вот. Все. То есть что? Если там у было плюс-единицы, то нам причем у нас один из единицы. Ну да, и минус-единицы это куб числа, мы его засовываем. То есть если что-то в кубе равно единице, то минус это что-то? То есть мы... В результате, на самом деле, нам достаточно решать это уравнение в x, y, z таких, что x, y не делится на лябду, а z делится. Вот. Все. Вот это мы и установим. У какое может быть? А? У какое. Произгольное обратимое. Да. Так. Так. Вот. Теперь я, наконец, могу сказать, что я здесь имел в виду. На самом деле, утверждение было более аккуратным. И оно мне действительно... Вот это я как раз курят стер. Ну давайте еще раз. Значит, что на самом деле я хотел сказать? Что? Если это... Вот это я хотел сказать. Так. Если, если, верно, вот это, и при этом x, y, z взаимно простые, одно из них, ну тут совершенно неважно какое, они полностью симметричные, так, z делится на лябда, но z не делится на лябда квадрат, то решений нет в ненуевых эйзенштейновских x, y, z, ни при каких обратимых... Вот что я хотел на самом деле сказать. r1, r2, r3. То есть напишите здесь какое угодно уравнение с любыми обратимыми. Там омега x кубе минус омега квадрат y кубе плюс z кубе равно нулю, например. То есть напихайте сюда этих обратимых 6 в кубе вариантов и напихайте... Ну, 6 в кубе, а? А? Ну, 6 в кубе, а? Ну, каждая обратимая 6 в кубе. А там остеряйственник, да. Ну, это понятно, да. Мы можем теперь... Ну, в общем, как бы так. Исходно у нас как бы 216 уравнений. Так, если совсем исходно, да? Ну да, мы на самом деле в z уже засунули в z делимость на лябдах. Понятно, группировая, можно считать, что z есть на лябдах, но это совершенно не имеет. В данном случае полная симметра и никого значения не имеет. Нет. На самом деле не только у взаимопростых, а в любых. Потому что, ну, если было бы не взаимопростых, мы бы сократили до взаимопростых. Вот. То есть решений просто нет такого уравнения в ненулевых x, y, z и любых обратимых r1, r2, r3, если требуется искать решения среди таких, у которых вот после сокращения на все простые множители общие возникает ситуация, что то из них, которое делится, то есть одно из них таки делится на лябда, да, но не делится на лябдах. Вот такой ситуации я бы не мог. То есть решений нет. Точное утверждение такое. Решений у этого уравнения нет ни при каких обратимых r1, r2, r3 и ни при каких x, y и z одно и ровно одно из которых делится на лябду, но не делится на лябда квадратных. Остальные. Остальные не делятся на лябда, да. Мы решили сократить все. То есть как бы во взаимно простых x, y, z таких, что одно и ровно, ну одно из этих маней, что все-таки одно из них делится на лябду, но при этом оно не делится на лябдный квадрат. Вот такого быть не может. Почему? Потому что плюс-минус r1, плюс-минус r2, плюс-минус r3 лябда в губе по модулю делятки по модулю лябда в четвертый, но никак не осуществимо. А я думаю, что делится на лябда, на лябда не делится. Ну почему нет? Само лябда. Итак, посмотрите почему. Берем просто сразу это по модулю делятки, по модулю лябда в четвертый. Здесь не ноль. Оно не делится на лябда, оно само не делится на квадрат, значит куб не делится на четвертую степень. Куб делится только на куб. Но тогда попадает вот сюда, при замножении на обратимые, все равно остается где-то в центре треугольника. А эти, пожалуйста, где угодно, ну как бы, ну явно не в центре, они максимум на расстоянии 2. Вот вершина. Вот тут вот эта вот картиночка там гуляет. Там вот два кружка, вот они друг друга не касаются никак. Вот эта картинка, отправьте дальше гулять, вот эта картинка показывает, почему этот случай невозможно. Вот она. Обратно отправляйте, да. То есть левая часть живет в непосредственной окрестности кратных 9, огромная сетка, очень разреженная, а вот та вот, которая кратно-лябда в кубе, живет вот в центре этой сетки и никак туда не попадает. По модулю лямбда в четвертый и сразу получается противоречие. Так. Ну что. Поехали на подвиг. Готовы на подвиг? Итак. Это уравнение не имеет решений, в частности, это уравнение тоже не может иметь решений, если z делится только на одну лямбду. Потому что это пример вот этого. Значит, на самом деле, это уравнение, оно, да, значит, оно не имеет решений тех, которые вообще не делятся на лямбду. Это мы уже установили. Тех, где только одна. Да, дальше мы поняли, что на лямбду можно считать, что делится вот это. Если оно один раз делится на лямбду, кирдык, значит, оно должно делиться на лямбду минимум два раза. Теперь я сделаю следующее. Я возьму такое решение и спущу делимость на лямбду ровно на шаг вниз. И вот кирдык. И все, потому что такими шагами я дойду до случая, когда заделится только на лямбду. И это будет устранить. Смотрите, сейчас будет бесконечный спуск. Яроферман. Смотрите, он будет устранить. Да, это, кстати, вот это круто. Это единственная известная задача, где ошибся и Леон Артейд. Это за всю его жизнь. Не единственная. Не единственная. Нет. С логинского квадрата он не существует. Да, считал. А тут он представил доказательства, когда мы нашли ошибку. А это же полный пример. Бейлев и Сверхиллошин. Вот. В общем, он совершил то же самое, что и Ламе потом. Он не понимал, что надо доказывать с ангеллотеоремоаритметики. Он вообще не те числа смотрел. Он смотрел числа А плюс Б корней из минус трех это ровно половина из Эйнштейновских. И в этих А плюс Б корней из минус трех натурально не выполняется самая теремааритметики. Вот вам. Думаете, почему это не противоречит основной теоремоаритметикам зета-домегам? Я пока буду... Вот думайте. Вот этот тест, чтобы вы понимаете, что происходит, если вы поймете, почему это не противоречит основной теоремоаритметикам. А как руку лучше, если вы? Скажи более точное утверждение. Но при повороте двойки будет фигня. Да, это ассоциированное разложение, они одинаковые. Один плюс корень из трех это двойка, потому что один плюс корень из минус трех пополам, это обратимое. Вот. В общем, вот такая вот прикольная получается история. Так. Ну, хорошо. Тогда... Да, спуск. Итак, если могут быть решения у такого уравнения, а тем самым мы делим ферма, если вообще могут, то у такого уравнения всегда будут находиться решения в таких x, y, не делящихся на лябда, и z, делящихся минимум на лябда квадрата. А если мы найдем решение, если мы как бы докажем... Вот так сейчас, значит, пусть... x, y, z, решение. Так. Тогда порядок делимости z на лябда больше или равно двух. Порядок делимости. То есть, как бы, на какую степень лябды, на дискретном алгоритме такой, на какую степень лябды делится z. Больше или равен двух, обозначим его за k. Обозначим его за k. Вот. И тогда, соответственно, z уже не делится на лябду в каждую с первую. И я сейчас делаю следующее. Я сейчас проведу некое рассуждение чрезвычайной красоты. Оно не мне, к сожалению. Держите, я им гордился. Которое сведет это уравнение к такому же, в котором новый z будет иметь порядок к минус один. Эльдер. Это даже после. Это из Эрштейн. Как я понимаю. Ну, пусть поправят в комментах. Вот. Да, это, кстати, это задача, в которой ошибку в Альдене у Роузене не едет. Это вообще жесткая совершенно... Ну, видишь, я уже тоже успел где-то там еще. Это страшно зубодробительная вещь. Но, тем не менее, поехали. Понятно, да, что это будет противоречим? Потому что, имея там делимость на 13, я получу такое же уравнение с делимостью на 12-ю степень лямбды. Имея делимость на 12-ю степень лямбды, получу делимость на 11-ю. И в конце концов, получу делимость на первую, что не может быть. Как мы уже доказали. Причем гораздо более общим. Поехали. Итак, что я делаю? Я пишу x плюс y на x плюс y омега на x плюс y омега квадрат равно z кобли. И на u. Это можно проверить просто раз крестовки. Ну, собственно, мы и так уже знаем, что вот это произведение это на самом деле норма числа x плюс y омега, то есть x квадрат минус x y плюс y квадрат. То самое, что остается от правила суммы кубов. Везде кубы там сделаны. Где кубы? x плюс y это куб. А, сейчас вот, через некоторое время это окажется кубой, но не сразу. Дело в том, что нам нужно еще разобраться с лямбдой. Значит, давайте запишем правую часть. Вот сейчас будет работа по лямбде. Правая часть, как у, умножить на лямбда в трикатой на z с волной кубе. z с волной кубе не делится на лямбду вообще. на лямбду вообще. Ну, то есть z это кубы, на z с волной. выделяем все это. Тогда здесь три кубы. Здесь смотрите, что происходит. Я утверждаю, что попарно, они почти взаимно просты. Почти. Вот что значит почти? Давайте разберемся с этим почти. Я хочу, что-нибудь стереть, потому что сейчас будет вот это почти. Так. Картинка, наверное, мне уже не нужна. Наверное. Остальное уже не картинка. Ну, вот нижнюю я ставлю, чтобы она грела душу. А как устроены сами числатель, что именно мы уже и так чувствуем. Так. Нижнюю картинку оставлю. Вверх стираю. Значит, пока я просто оглашу результат. Результат такой. У каждой из скобок с другой скобкой будет общий делитель лямбра. Нот. Нот каждой пары скобок равен лямбре. То есть, они не взаимно простые, но они, ну, почти взаимно простые. Они, отвечаются только, у них общий делитель будет лямбра, и он обязательно будет. Вот это вот важно, что они не могут быть взаимно простые. Они обязательно имеют общий делитель равный лямбре. Так. И что я думаю сделать? Все кроме вот этого ключевого момента. Разложения. Итак, в самом деле х плюс у омега минус х плюс у вот если мы вычтем, то что у нас получится? у на... Омега у вас есть. Да, на... Ну, там, плюс-минус у на один минус омега, то есть... Ну да, у лямбра или там плюс-минус. Так? А если я вычту из х плюс у омега омегу, умноженную на х плюс у, то что получится? А это откуда омегу? Вот я... Если они оба делятся на какое-то простое число Эйзерштейна, то и просто разность делится, и разность этого, и омеги умножить на это тоже делится. А. Что получится? х может на лямбду. х на лямбду. Видите, да? Здесь х ушел, а у умножился на лямбду, как раз. А здесь х омега плюс у омега у омега ушел. х минус х омега это х лямбда. Тогда, если какое-то простое там зета делится на оба, делит оба вот эти вот х плюс у и х плюс у омега, то тогда зета должна делить, зета должна делить х лямбда и у лямбда. Вот. Ну тогда либо зета это лямбда просто, а либо зета делит икс и у, что невозможно, они взаимно простые. Ну, значит, зета равно лямбда. Более того, только лямбда, лямбда квадрат уже тоже не может быть. То есть, наибольший общий делитель это либо лямбда, либо какая-то степень лямбда. Но уже лямбда квадрат не может быть, потому что, если бы он делился на лямбда квадрат, получилось бы, что лямбда квадрат делит х лямбда, лямбда квадрат делит у лямбда. Вот она лямбда икс и икс, то есть, опять получается ее, понятно, да? Сокращается? Сокращается, да, и получается все в сравнении взаимно простые. То есть, из взаимной простоты икс и икс следует, что эти две скобки, да, то же самое с остальными случаями, там, надо аккуратно обратить, и на полизай. Эти две скобки могут иметь только наибольший общий делитель лямбда и только в первой степени. Но, дело в том, что если одна из них в результате не делится, на лямбду? Все остальные не делятся, потому что разность между ними делится на лямбда. И если кто-то из них не делится, то и все остальные не делятся. Ну, тогда это явная противоречия, потому что написано. А значит, на самом деле все три делятся на лямбду. Если заключается, мы делимся. Да. А теперь, внимание, давайте разделим. Вопрос, где сколько лямбды живет? Кто даст правильный ответ? Тот получит 10 лет. в каждой скобке несколько лямбд. Ну, лямбд всего 3к. В каждой скобке несколько лямбд. Я утверждаю, что возможен только один вариант. В одной из них одна лямбда. В одной из них одна. На самом деле, в двух из них одна. Потому что, если хотя бы двух было бы больше, уже в этих двух был бы наибольшем житель больше, чем лямбд. Дальше, вот теперь мы должны просто поверить, что это не важно, на самом деле, как считать. Во всех случаях будет одно и то же рассуждение. Там можно докручивать на омегу. Поэтому давайте считать, что вот это делится на лямбду в степени 3к минус 2. А эти делятся только на лямбду. Но, поверьте, можете просто, в качестве упражнения проявить, что абсолютно такое рассуждение проводится в остальных двух случаях. Тогда получается следующее. x плюс y делить на лямбда умножить на x плюс y омега делить на лямбда умножить на x плюс y омега квадрат делить на лямбда в степени 3к минус 2 равно u на z с волной в кубе. Согласны? И эти попарно взаимно просты. Все кубы. Все. Значит, они все кубы с точностью до обратива. То есть раскладывая вот это на множестве мы получаем всюду степень и тройки. Так вот они не могут. В общем, каждый из них это произведение это куб, но с точностью до отношения до обратива. Тут уже нельзя сказать точно, только с точностью до обратива. Значит, тогда получается x плюс y делить на лямбду равно кубу некоторого нового числа x1 умножить на какое-то сигма 1. Значит, x плюс y омега делить на лямбду равно сигма 2 умножить на куб какого-то нового числа у1. Почему и у1? А? Почему и у1? Ну, мне агута кончила. А, В, С. Да какая разница? Я поняла же. А, В, С здесь мне давно не было. Ну ладно. x плюс y омега квадрат делить на лямбду в степени 3 к-2 равно сигма 3 на z на z1 в степени правильно? Правильно? А из этого уже следует, что сам x плюс y равен лямбда сигма 1 x1 в кубе это плохо видно, да? Так как это важно, то это будет написано чего-то. Сам x плюс y равен лямбда на сигма 1 на x1 в кубе x плюс y омега равен лямбда сигма 2 y1 в кубе x плюс y омега квадрат равен лямбда в 3 ка минус второй степени умножить на сигма 3 и на z1 в кубе правда? Теперь происходит, как говорит Андрей Михайлович Загородский катарсис сейчас произойдет катарсис тут буквально от ка вот это умножается на омега а это на омега квадрат и складывается между собой что остается в левой части ответственность из четырех букв 0 потому что x плюс омега на x плюс омега квадрат на x это x умноженный на 0 на 1 плюс омега плюс омега квадрат вертушка получается вертушка конечно повернули а y умножается на омега квадрат а потом на омега в четвертый на омега в четвертый это омега значит y тоже умножается на 0 слева 0 а справа а справа написано следующее внимание лямбда сигма 1 x1 в кубе плюс лямбда сигма 2 омега y1 в кубе плюс лямбда в 3 к минус 2 сигма 3 омега квадрат z1 в кубе сокращаем лямбду да в книге аргент розен в этом месте написано два специальных знака хотя она весьма спокойная равновешенная написано сокращаем лямбду скобках два специальных знака действительно сокращаем лямбду что у нас возникает сейчас напишем это сверху я обещал пяти закончить как будет ну то есть я планировал что получится как раз до пяти да у нас правда маленький должок остался и остался ну можно наверное так да большой должок когда санателем их месяц уже был у вас да но для z для z это омега я не выкладывал помните вероятно он есть ставок возьмать но я не помню что там итак сокращаем лямбду сигма один это некий обративный на x1 вкупе плюс сигма два омега это какой-то обративный на y1 вкупе плюс сигма три омега квадрат это тоже какой-то обратимый на z да кстати вот это они все не делятся на лямбду напоминаю здесь вся денимость ушла в знаменатель поэтому вот эти z1 она не делится на лямбду и поэтому денимость у написанного мною числа а сейчас k plus 1 кубе равно ну да значит итак мы понизили это уравнение получилось вида r1 x1 кубе плюс r2 y 1 кубе плюс r3 z ну z2 кубе равно нулю при этом у нас вот это делится на лямбда а эти два не делятся и мы даже знаем какую степень лямбда она делится она делится на на единицу меньшую степень лямбда значит если при этом k было равно 2 то мы прошли немедленную противоречию вот этой лямбда которую как раз мы здесь вот очень полезно поставили если это уже k равно единица то есть если было k равно 2 то уже мы пришли противоречию ведь что происходит если k все-таки было больше когда значит на самом деле происходит репит и вот почему на самом деле по модулю лямбда в четвертой получается уравнение плюс-минус r1 плюс-минус r2 плюс-минус 0 короче равно 0 все вот это будет по модулю лямбда в четвертой то есть если k-1 уже единица то все противоречие закрыто если k-1 все еще больше единица то по модулю лямбда в четвертой это сгорает и получается вот такое уравнение теперь я обратно верну потому что на самом деле это сгорает только по модулю лямбда в четвертой тогда как может выглядеть r1 и r2 которые друг друга сокращают они противоположены друг другу просто то есть на самом деле r2 это плюс-минус r1 и все поэтому здесь на самом деле написано что r1 x1 в кубе плюс-минус r1 y1 в кубе равно минус r3 z2 а теперь на r1 мы можем разделить минус это плюс это неважно да то есть минус это куб вот и все то есть мы сокращаем получаем уравнение почти исходное там плюс-минус осталось получается x1 в кубе плюс-минус y1 в кубе равно там ну вот это минус r3 делить на r1 это тоже обратимое на z2 если что y1 умножаем на минус единицу и получаем исходное уравнение со сниженным степень r1 r1 чего можно сделать r1 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 в хз кому угодно да важно что оно прошло на r2 все все дальше мы проделываем ровно тот же круг снижаем еще на единицы ровно тот же круг и когда мы пришли к ситуации что реанда только одна противоречится это реанда все это хорош подарок для рождения до конца у меня сегодня день рождения если что кто не знает кто не знает кто не знает интересно сейчас посмотрим кто не знает а давай а ничего вообще так кто не знает вот такой ресурс он тебе будет знать кто не знает кто не знает вот такой ресурс з будет знать кто да дальше кто не знает да ну наверное серёг кто не знает кто не знает но все если вдруг заходите вот сюда сходите подписывайся в инстаграме что ребят на минуту я сам иду на самом деле я сам просто записываю и все туда попадает что еще есть что у нас есть веб-картаке подписываем да фейсбук тоже есть саватан саватан я в детстве был патреон да все сидит так саватан это фейсбук ну там где что что было саватан ничего не знаю точно да все все на все бывает голоса длебов косматической геррии в интернете о привет привет а что ты прогуляла ну ладно значит на интернете будешь смотреть с новым годом а сейчас у нас ника а а а айленд роузен классическое ведение в современную теорию чисел сейчас айленд роузен вот они говорили что по модуле xxz здесь происходит по модуле литерингов снаряд вот то есть там классическое ведение современной серии чисел каждый кто все понял берет одну конфетку а все берут все современную теорию чисел с и а а и а и и и и и Продолжение следует...